всем здрасте я сегодня работаю в долгопрудном сегодня 31 января забрал заказ и лихачёвский проспект 6 строение 1 ну конечно же 2 и 9 километров пешком но может поехать что я пожалуй и сделаю я вспомнил я же вышел из дома вообще без денег я не могу поехать ни на автобусе не на маршрутке не на электричке ни на чем а вот на машине могу поэтому я сейчас проеду примерно километра полтора прямо и припаркуюсь а потом уж пойду пешком дальше мне главное доехать до кончания вот этой голубой зоны дальше парковка уже будет запрещено уже нужно искать где припарковаться вот прикол если тут еще не будет места для парковки валим валим дальше ну да этот путь я бы шел сейчас наверное раза в три дольше да какой там в 3 в 10 48 рублей ну примерно стоимость поездки на общественном транспорте супер вот такой бы каршеринг надо офигеть . класс волево древний волево трофейные написаны супер идем дальше идем через промзону я надеюсь я на правильном пути и мне не придется потом возвращаться чтобы все это обходить ну чё я иду обратно потому что эти хреновые чертовые яндекс карты почему-то посчитали то что я могу пройти там где закрыта это закрытая территория то есть но я не знал что там будет закрыта а яндекс карты показывают что там можно пройти ну вот и что толку что я поехал на машине хотя я бы и пешком точно так же пошел бы еще больше потратил время ну короче яндекс не еда а карты вы ладно по крайней мере выше пока что лучшие карты из всех что ну хотя дубльгистом я не пользовался как он ребят норм вот мне часто пишут в комментариях езди на велосипеде и езди на самокате с удовольствием самокат у меня есть но по такой каши как ездить никак как растает буду ездить а велосипеда у меня нет покупать специально для этого я не хочу и что самое главное если я буду ездить на велосипеде я не смогу вот так вот как сейчас записывать видео то есть я просто буду ехать а чтобы записывать видео мне придется останавливаться на самокате кстати то же самое но там хотя бы проще остановиться и поехать дальше а вот добрый день это доставка я подошел на кпп возле и сейчас опять ругаться буду короче вот сейчас только заказ отдам вот на этом кпп я вообще правильно пришел нет хер пойми девочек тут лес идет по ходу отдал заказ уверены да черт ну почему опять в долгопрудном живет сколько там сто шестьдесят тысяч человек да вроде бы и заказ вот пришел откуда-то не из города а с промзоны три километра от города и куда мне сейчас идти опять эти же самые три километра идти в город так и придется делать мог бы поехать на автобусе но я не взял день сам виноват да но опять же ехать на автобусе это платить деньги кто мне компенсирует никто ладно чё возникаешь олег сам хотел жести ты сам хотел вот этого всего получай вот и получаю ну хотя бы для видео интересно правильно я же для видео все это делаю как бы ну а сейчас буду думать куда мне идти дальше куда мне идти дальше ну походу ближайшая точка это торговый центр конфитюр на лихачевском проспекте 3 километра идти нормально все дойдем я только сейчас понял что я до сих пор ходил без плаща ну кому я нужен в промзоне в плаще правильно что происходит сейчас все объясню я шел три километра пешком до торгового центра и так получилось что именно из этого торгового центра практически тут рядышком упал заказ на то чтобы дойти до ресторана мне дали 17 минут три километра за 17 минут как правило дайте нереально я опоздал на 10 минут получается я шел 27 минут полчаса я шел охренеть так вот что я хочу сказать на дорогу до ресторана дают время с учетом поездки на автобусе но при этом дорогу на автобусе до ресторана не компенсирует компенсирует только поездку на автобусе от ресторана до клиента насколько я знаю если я не прав поправьте меня пожалуйста то есть до ресторана я должен доехать на автобусе за свои собственные деньги получается так и еще я забрал заказ вот этого ресторана фуа-стрит и у меня есть еще один заказ из этого же торгового центра вот из этого ресторана макдональдс отсюда я заказ уже забрал и сейчас буду забирать вот отсюда моего заказа даже нету на табло ладно ждем и так получается что эти два заказа совсем разные стороны то есть сначала я пойду сюда потом обратно я пойду сюда опять не все гладко я по идее уже мог бы отнести тот заказ и вернуться за макдатом я все еще жду пока приготовить и упакует макдональдс там заказ на две с половиной тысячи во-первых сколько я уже время потратил а во-вторых влезут ли два заказа в сумку вот это конечно вопрос хороший ну короче как-то так получается только ну вроде уместилось прибыть за 13 минут ракета строителей дом 9 корпус 3 самокат 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 да вот нужный мне дом и в этом же доме располагается самокат в общем отдал заказ сейчас я отношу макдональдс я надеюсь там я надеюсь там нет во-первых жидкости что самое главное а во-вторых холодного потому что все в одном отделении чизбургер куриный крылышки картофель по деревянски куриный крылышки биг тейсти роу чикен премьер чизкек двойной чизбургер куриный крылышки опять биг тейсти джуниор стрипсы большие креветки картофель фри чикен макнаггет салфетки и приборы все ни холодного ни напитков нет это очень хорошо молодец в шлеме правильно жутковато конечно когда вот такой вот такие перила и еще жутковато когда вот так вот обходишь а там просто ностан ну не знаю наверное если бы я был бы спайдерменом мне не было бы жутковато а так в моем прошлом видео закралась ошибка в плане заработка я там указал что я заработал 826 рублей но действительно мне на карту упала именно такая сумма сразу же после того как я опубликовал этот видос в телеграм пришел отчет и там уже была совсем другая сумма 1072 рубля как я потом понял 826 рублей это за 5 заказов а я выполнил 6 заказов за 6 заказ придет попозже в среду мне объясняли почему это так но я таки не понял и пока что не стал вдаваться в подробности но это что-то связано с тем что я самозанятый приложение мой налог приходит попозже какие там суммы короче ладно главное чтобы оно пришло в итоге я за тот день за мой прошлый видос я заработал 1072 рубля пошел я уже на следующий заказ хватит демагоги здесь устраивать прибыть в ресторан в течение 48 минут село виноградово пришел заказ макдональдс село виноградово дмитровское шоссе 36 а то есть это даже не в долгопрудном это село виноградово 40 минут пешком три с половиной километра или 40 минут на маршрутке или 55 минут можно сказать час на нормальном общественном транспорте вот это весь путь на маршрутке то есть мне по-любому нужно идти короче пешком ну или вот так вот окольными путями с пересадкой как-то непонятно как то есть я сейчас должен идти почти 4 километра пешком опять еще и в другой город какое-то село в деревню мне это нравится мне это черт подери очень нравится судя по всему судя по карте мне куда-то сюда или сюда идти показывает что куда-то сюда но это триндец просто можно пройти еще дальше там будет дорога там будет дорога судя по карте но непонятно будет ли она там на самом деле ну пойдем посмотрим тем временем я уже опаздываю на минут на пять а идти мне еще не знаю но минут 10 минут 15 опоздание будет точно еще плюс мне времени дали меньше чем показывать яндекс карты пешком и на транспорте то есть если бы я даже сейчас поехал бы на транспорте это было бы с пересадкой я бы два раза заплатил это было бы на дорогу рублей 100 доехать до ресторана а путь этот не оплачивается и у меня ушло бы больше времени чем я иду вот сейчас пешком и пешком я вот сейчас иду с опозданием на минут 15 ну потому что опять таки по картам показано что можно там пройти а там пройти нельзя потом обходишь и вот это вот все вот так и получается короче бред логистика у яндекс еды просто идет туда просто идет туда лютует короче логистика так что-то я чуть-то я куда-то пришел куда мне дальше-то а мне мне вот сюда еще 500 метров идти и 6 минут окей давайте пробовать вот вот Продолжение следует... Не, ну на самом деле прикольно, конечно, идешь по какой-то деревне, частные дома, тишина, классно, но я вот подумал сейчас, а если бы мне этот заказ пришел, упал бы в 9 вечера, я бы точно так же пошел бы ночью через неосвещенные вот эти вот улицы, через вот эту вот деревню, а тем временем вроде бы я подхожу. Уже слышен шум Дмитровского шоссе и виднеется какое-то здание. Все-таки мне понравился этот путь, но опоздание 13 минут, это примерно рублей 30 как бы штрафа. Если вы клиенты Яндекс.Еды и к вам часто опаздывают, знайте, вот почему. Знаете, в чем самый прикол? В том, что здесь как минимум двое курьеров Яндекс.Еды сидят. Стоило меня притаскивать сюда из Долгопрудного за 3,5 километра и 55 примерно минут пешком, если тут есть люди. Алло, мне идти в ту сторону, здесь не пройти точно, но вот здесь идти, если честно, блин, это серьезно. Субтитры сделал DimaTorzok Давай, пока. Этот чувак тоже работает сегодня в Долгопрудном и тоже из Макдональдса на Дирижабельный. Его отправили в Макдональдс. Поселок Виноградово. Ну, короче, точно так же, как меня. Он хотя бы на велосипеде. С 8 утра, сейчас уже 4, он сделал 10 заказов, а я делаю, не помню, пятый или шестой. И опять же, какие-то дичайшие новостройки. В поле просто. Вот нужно мне подъездить, я уже вижу яркий пример какой-то просто несусветной глупости. Смотрите, вот этот пандус, да, так вроде называется, для колясок, для велосипедов. Вот так вот поднимаешься зигзагом, да, чтобы подойти к подъезду. Здесь только две лестницы, две ступеньки, то есть две. И стоило их делать. Глупость какая-то. Ладно. Этот лифт больше похож на какую-то холодильную камеру. Нет зеркала. И вот этот блок с кнопками. Первый этаж, как вы видите, отделен от всех. Ну, это, в принципе, даже логично. Но и 17 этаж тоже отделен от всех. Ну и все, господа и дамы. Время 16.30. Моя смена на 30 минут оказалась дольше. Я выполнил 6 заказов. Минимальная оплата, то есть гарантированная оплата сегодня была 180 рублей в час. Я отработал 6 часов. Это получается примерно 1080 рублей минимальная гарантия за сегодняшний слот. Тем не менее, сколько я заработал, я пока не знаю. Я узнаю об этом завтра. Ну, а вы об этом узнаете, как обычно, прямо сейчас. Ребята, привет. Я Руслан Усачев. И хотел сказать, что это мой любимый канал на Ютьюбе. Человек серьезный гений. То есть, последний, кто еще не скатился. Реально подписывайтесь. Ставьте лайки. На колокольчик нажимайте. Я всячески одобряю. Хотел бы быть как он.